Всем привет друзья, с вами Варчик, взял три отметки на WZ-55, а значит пора поговорить про этот танк. Итак, начнем знакомиться как обычно с брони. Броню можно назвать коротко, типа для быстрого танка вполне себе приемлемая. В ЛД у нас 115 мм, под углом 60 градусов получается приведенка у нас 250-260. НЛД 140 мм, под углом 43 получается 190 приведенки. В целом лоб корпуса бронированным особо не назовешь, есть такие вот щеки, где 140 мм, и приведенки там много. Даже если мы рамбуем, то все-таки щеки не абсолютно ватные, 250 мм получается. Не каждый обычный снаряд пробьет такую броню, но в целом не так уж много, а лдой точно пробивается. Борта у нас тоже хорошо бронированные, бортами танковать хорошо и удобно, но есть надгусеничная полка, которая пробивается легко. Также у нас еще есть крышка двигателя, которая 30 мм, но она спрятана таким вот ободком вдоль танка, спереди, по краю, на ВЛД, на бортах. Немножко такие вот ободки какие-то от унитаза, и они возможно защищают иногда от того, чтобы вас не пробивали черкачом по крышке корпуса. В целом бортах нормальные для танкования подходят, единственное, что надгусеничная полка печалит. Лоб корпуса тоже слабоват, но вот лоб башни очень хороший. В маске дырок нету, здесь 500, 300, 600, короче брони навалом, голду будет танковать. Можно между маской и экраном голдой пробивать, если пробитие хорошее, там 340 примерно и больше. Но вот всякие щеки и экраны, здесь вот маски, они уже не пробьются. Крыша у нас не такая уж и ватная, пробить сюда тяжело, там где-то там на затылке чуть-чуть. Есть у нас 40 мм, по правилу 3 калибров большие пушки будут пробивать, но спереди не пробиваются, в крышу пробивают крайне редко. Поскольку стреляют все в лючке, где 200 мм, 200 мм без приведенки, лючок вообще просто ровный, плоский. Лючок пробивается очень легко, поскольку он не закругленный, никакой особо формы не имеет, он просто ровный, легко его пробить очень легко. Прям снаряды прилипают к нему на ура. Есть еще и второй лючок малюсенький, в нем меньше брони, но попасть в него гораздо сложнее. В целом броню можно назвать как приемлемая броня для быстрого танка. Есть и очень крепкие места, но и дыр тоже навалом. И прежде чем поговорить про сам ВЗ-55, давайте посмотрим какую полевую модернизацию я использовал и оборудование. В полевой модернизации я выбрал все с левой стороны, там улучшение прохождения грунтов, улучшение точности, защита от оглушения, увеличение максимальной скорости вперед и увеличение ХП. Улучшение там стабилизации, сведения или еще какой-то билиберды, это нам не интересно, поскольку уменьшать максимальную скорость вперед вообще нельзя. Улучшение стабилизации вы даже не заметите, поэтому все нам это не интересно, оно наш танк сильнее не сделает. Также я использовал закалку, стабилизатор и вентиляцию. Это тот набор оборудования и полевой модернизации, который мне помог взять три отметки на этом танке. Планка на три отметки очень высокая, 4800. Это самая высокая планка среди прокачиваемых танков тяжелых 10 уровня. И ВЗ-55 почетно и заслуженно занимает первое место. На мой взгляд, так и есть на самом деле в рандоме, что этот танк является лучшим для рандома и самым сильным. Я рекомендую ВЗ-55 для прокачки. Ветка у него хорошая, прокачивать ее не сложно. Да, как и в любой прокачке в игре World of Tanks возникают сложности местами, но такая уж прокачка в нашей замечательной игре. Теперь давайте разбираться, почему этот танк такой сильный, какие параметры в нем супер имбовые, ну а что не очень. Поскольку этот танк на самом деле мог быть еще сильнее и прям гораздо сильнее. Но к слову, я вот прошел только что ранговые бои и сказал бы, что ВЗ-55 в ранговых боях возможно не самый сильный. Там в коридорных быстрых боях ценится больше кранваген. Но я бы не сказал бы, что на ВЗ-55 нельзя там играть, вполне себе можно. Но просто на кранвагене как-то безопасней, поскольку его дубовая башня позволяет варить полнейшую грязь. А вот ВЗ-55 больше подходит для того, чтобы в размеренных более-менее простых боях в рандоме убивать СА картошки, которые катают на всяком там мусоре, на них очень быстро набивается урон. И давайте уже посмотрим почему. А именно обратимся к параметрам этого танка. Во-первых, он очень быстрый. Максималка вперед 50 и 15,5 удельная мощность. Плюс в полевой модернизации можно апнуть максималку, лететь еще быстрее и успеть буквально во все ситуации в бою. Скорость в нынешнем рандоме реально решает. И у этого танка скорость есть не только в езде, но и в скорости перезарядки орудия. Мы берем барабанную пушку обязательно. Барабанное орудие имбовое. А цикличная пушка она не нужна. На девятке, на десятке можно смело кататься только на барабанной пушке. Только на восьмерке есть смысл подумать о том, чтобы поиграть не на барабане. Поскольку допустим на десятке у нас альфа 490. Барабан на два снаряда, которые при нормальном оборудовании и доппайке перезаряжаются 19,5 секунд примерно. То есть мы даем два раза по 500, уходим на 19,5 секунд кд и мы снова можем выдавать 1000 урона. Каждые 20 секунд грубо говоря по 1000 урона выдавать. Это прямо жопа. Можно настолько быстро набить кучу урона, что просто обалдеть. Но есть свои минусы у этого танка. Во-первых, пробитие ББшкой 260 это вроде бы неплохо. Но пробитие голдой 306 под калибером. Это явно чепуха. Это явно ниже среднего. Это очень слабое пробитие голдой. Но все же это больше чем ББшкой 260. И в целом это типа голда. Да, она больше пробивает. Вот если бы здесь были бы кумулятивы какие-нибудь 340. Вот тогда бы этот танк просто уничтожил бы роддом и просто превратил бы его в пепел. Только вот этот вот параметр 306 нищего пробития под калибером сдерживает этот танк от того, чтобы все там просто подчистую снести. И то он все равно на первом месте. Даже с таким нищим пробитием. Так там еще не самая лучшая стабилизация и сведение. В целом точность сведения и стабилизация приемлемые. Их прям отвратительными не назовешь. Но и самыми приятными тоже. У ВНы у нас минус 8 градусов. Танк не сильно высокий. Их в принципе достаточно. Броня у нас тоже не самая лучшая. В целом танк берет своей скоростью, темпом, ДПМом, имбовая альфа и перезарядка. Плюс приемлемая хорошая скорость как для тяжелого танка прям вообще отличная. Вот и в совокупности эти параметры нам позволяют иметь самую высокую планку на 3 отметки. Поскольку быстро доставлять барабан с 1000 урона, который быстро перезаряжается. Это оказывается одно из важнейших что нужно в рандоме. Поскольку бои быстрые, то и урон нужно набивать быстро и успевать по всей карте покататься. Некоторые люди конечно называют этот танк Бураском на 10 уровне, но я бы не сказал. И имплей конечно совершенно не похож. У Бураска там и маскировка, и ноль брони. Хотя пушки чем-то похожи. Быстротой перезарядки, хорошей альфой. Ну а больше в принципе эти танки ничем не похожи. Даже механика езды совершенно отличается. Это все таки громоздкий, тяжелый танк. Хоть и быстрый. У него крепкие борта, ими приятно танковать. Да, есть надгусинечная полка, но их честно говоря редко выцеливают. Не знаю почему. Наверное потому, что легче всего стрельнуть ему в лючок, который легко пробивается. Да и к тому же их все равно два. Как ни крути, все время лючок какой-то довыезжает. Либо один маленький, но который очень легко пробивается. Либо второй, который основной большой, который кстати тоже легко пробивается. Но при этом он еще и большой. В целом я рекомендую этот танк прокачки. Он очень сильный, классный, бодрый, офигенный. Единственное, что может вас оттолкнуть от этого танка, это его темп игры. Поскольку он такой весь на темпе, на скорости, на бодрости. То может быть вы устанете на нем играть. Или не сможете реализовать весь этот потенциал. Поскольку всей этой скоростью, бодростью и ДПМами нужно пользоваться. Если быстро въезжать не туда, то ты быстро будешь отправляться в ангар. Это в принципе очевидно. Но с другой стороны, если есть правильный инструмент, то им можно научиться пользоваться. Я бы лично не сказал бы, что этот танчик прям мой самый любимый. Но в целом я вообще не жалею, что его прокачал, что я его купил, набил 3 отметки. Это было вполне себе интересно. Есть много десяток, о которых можно пожалеть, но это явно не та. Это вполне себе достойная интересная десятка, которая наверное должна быть у всех в ангаре. Да и кстати по поводу сборки. Когда я начинал играть на этом танке, у меня была сборка не на хп и скорость, а на стабилизацию, сведение, точность и все остальное. Я вам скажу, что иногда бывало, я накидывал тоже очень много урона, средуха была очень большая. Но я скорее играл не дерзко-резко на первой линии, а как-то из-под тяжка просто ездил вокруг союзников и полностью их разменивал. Удавалось наносить тонну урона. Но опять же это все зависит еще от рандома. Он очень часто сильно ломается из-за всяких акций, включения-выключения режимов и так далее. Если в рандоме люди активно играют и катаются на всяких там дряхлых танках, то можно поиграть и от точности. Но если рандом более жесткий, коридорный, так сказать токсичный, с борьбой лоб в лоб и быстрых боях, то лучше сборка на хп, она вам позволит жить и стрелять дольше, а за счет этого вы набьете намного больше урона. В общем сборка на хп, она более универсальная и рабочая во все случаи. А сборка на точность, она такая хрупкая и не всегда будет работать. Пишите в комментариях свое мнение, как вам этот танчик, будете его качать или нет, или может быть вы уже на нем наигрались. И не являются ли такие танки как раз теми самыми проблемами, которые ускоряют и до того быстрые бои. Или же это просто интересный танк, чтобы в таких быстрых боях успеть поучаствовать. С вами был Арчик, карате красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok